Здравствуйте, друзья! Сегодня 4 января 2019 года. В Анапе снова дождь и вот прямо видно, как нависла такая серая-серая туча над Алексеевкой. И над Анапской тоже. В сторону Анапской тоже туча. Машины буквально плывут, разрезая воды. Нет, вот смотри, в середине они нормально едут. По левой полосе. А по правым полосам, которые ближе к тротуару, там вода скапливается. То есть дорога просто сделана неправильно. Дорога сделана так, чтобы вода стекала пешеходам. Соответственно, люди, которые садятся на остановке в автобус, они порой подходят к этому автобусу тоже по воде. Ну, пошли. Пошли. Мы же с Наташей сейчас увлеклись темой урбанистики. Просвещаемся, смотрим блоги ИЖЖ и канал Варламова, Ильи, Аркадия Гершмана. Поэтому подковываемся. И тоже будем в Анапе продвигать вот эти темы. Темы благоустройства, темы комфортной среды. Вот Наташа там отстала, что-то хочет посмотреть. Ага, вот. Вот он вот так, вот в своем корабле и все. Обходи его и объезжай кто как хочет. Вот товарищ Нахаммери. Он уже в который раз, между прочим. Да, облюбовал себе вот это место для парковки. Нет, с одной стороны правильно. Ему здесь его не поставить, потому что там съезд для колясок. В общем-то, с одной стороны он прав, но с другой стороны, насколько я понимаю, на углах парковаться вообще нельзя. И вот мы, несмотря на дождь, потому что что делать? Надо идти. У нас сегодня в планах дойти до магазина FixPrice, купить батарейки, там еще что-то по мелочи. Вот. И когда-то я, рассказывая об Анапе, давал такой совет, что здесь необходимы обязательно резиновые сапоги. Ну или берцы, вот как у меня. Вот. Но оказывается сейчас, вот когда мы смотрим Гершмана и Варламова, оказывается, что резиновые сапоги – это показатель неудобного города. В удобном, комфортном, правильно построенном городе и правильно устроенных улицах нам не нужны резиновые сапоги. Вот, допустим, правильно устроенный тротуар. Правильно устроенными водостоками. Две водосточные трубы заведены просто сразу под тротуар в ливневую канализацию. И все. Поэтому тротуар может даже тут, несмотря на то, что у нас неплохой уровень отделки во дворе, все-таки уже понятно, что косиков и тут полно. Где-то в полном узке, не выдержанном уровне где-то. Еще какая-то руколакость. Ну, сегодня съемка такая оперативная. Сами понимаете, стабилизатор я бы не смог вынести, потому что идет дождь, и он может испортиться. Поэтому я пользуюсь моноподом, а экшн-камера у меня помещена в специальный аквабокс. Я даже могу сейчас заплыв сделать куда-нибудь. Вот здесь, вот эта же идея, это приспособление. Это не нормальные, готовые, стандартные спуски. Это уже... Ну ладно, сейчас особо... И плюс тут уже, конечно, никакой ливневки нет, тут вода просто... Сегодня шумно, не то что 1 января, когда можно было говорить спокойно, и все слышно. И все слышно. А сейчас шум, поэтому... Ну, успеем. Вот светофор, да. Горит у нас он сколько где-то... 55 секунд. 55 секунд. Вот, но до минуты это хорошо. Нет, там берется, когда минута и больше, говорит, краткий, пешеходы уже не ждут, а перебегают. Вот, лужа, пешеходный переход пикается в лужи. Да, и так вот получается, что в основном лужи образуются на пешеходных переходах. Это неправильно. Это говорит о том, что дорожники, строители и там благоустроители... Накосячили в брак. Накосячили. И на нормальном пешеходном переходе вода не должна скапливаться. Тогда тут надо делать поднятый пешеходный переход. Вот. Выход есть, да. Делать приподнятый выступающий пешеходный переход, чтобы вода с него скапливалась. И, с другой стороны, это будет и таким естественным препятствием. Водители будут снижать здесь скорость. И переход будет более безопасный. Ну, я-то в Берцах смогу перейти? Да, да. Наташа по бордюрчику. Сейчас тоже буду бегать и тететь. Да. Для запрещения. Ну, в целом, конечно, в дождь ходить, гулять здорово. А если бы еще, конечно, не приходилось переходить через вот эти реки. Да. Тут тоже грязь. Одно хорошо, что тротуар приподнят, и поэтому грязь сюда на тротуар не захлестывает. Ну, зато стоят на тротуаре лужи. Да, но зато стоят лужи на тротуаре. Это тоже неправильно. Это тоже брак. Наши чиновники ездят со службы. Смотри, какая. Наши чиновники, которые принимают дорожки и тротуары, они ездят на машинах. Ну, многие, многие ездят на машинах. А вот дети, допустим, они ходят пешком в школу. Кажется здесь, в том числе и по такой погоде. Вот еще один пешеходный переход. Что, здесь перейдем? Ну, я не знаю. Я вот здесь не хочу убить эту лужу. Мне тут только обувь на этом переходе. Вот, приходится брать, да, обходить эту лужу. Плюс еще посмотри, какой спуск. Посмотри, он тут и так ступенькой. Спуск-то. Вон он, туда. Ну, да. Вот так вот сходить в магазин. Называется. Так, сходил до магнита, потом назад. И что? Ну, и все. Мы на Горького сейчас? Мы на корнею порывали, конечно. Вон поток идет. А тут вот уже неправильно. Да, а тут вот видно, что неправильно. Потому что земля насыпана высоко. И всю эту грязь несет на тротуар. Ну, здесь тоже достаточно такие сильные потоки. Вот оно так и есть. Вот здесь правильная дорожка, а здесь неправильная. Вот здесь есть. Вот так и есть. Вот здесь. Вот здесь. Кстати, я там выложил фотографии, ему со всей страны понапрессывали мусор, надо было в наш гор зайти посмотреть, как-то. Мусор, полный бомбер, плюс вокруг все забросано, все завалено мешками, коробками, ну все, что вот. Откуда-то упало, а вот здесь вот, отщепилось отсюда. Вот смотри, вот, дренажная канава идет, да? Да. Но она просто тупо уже забита. Во-первых, она забита песком, листьями, вот здесь. То есть вот здесь-то вот песка с собой стоп. А он тоже забитый, вот, как-то, где-то. Да. Никуда, под ноги. Здесь вот разуклонка сделана у тротуара. Сбегает все сюда, на проезжую часть. Вот так она проезжей части за то, что творится. Машины идут, тут просто страшно по переходу идти. У нас какой пешеходный переход? А здесь дети в школу, из Алексеевки? Да, вот такой пешеходный переход и опять потоки воды. Вот как ребенок из Алексеевки пойдет в школу? А он с этими ногами придет в школу, еще и на Уропах сидеть будет. Ну, тут тоже самое, тут вообще не перейдешь. Если по крестьянской надо идти, то тут вот река. Так смотри, вон, Калмитра плывет. Да. Плывет, просто плывет. Бумс, и все. Сейчас все напишут, сейчас, а мы говорили. Мы этому вопросу давно уже говорили, что все хреново сделано в городе. Не все хреново. Не все. Но вот это то, что реально портит ежедневную жизнь просто вот обычных людей. Те, кто ходят на работу, те, кто ездит на велосипеде, те, у кого нет машины, возить специально ребенка в школу. Увез ребенка в школу, потом встретил его возле школы, привез ребенка в школу. А если ребенка не один, а два или три, как это у многих здесь. Сколько у меня знакомых, у которых трое детей. Несколько повозит их всех. Особенно, если одного надо в поликлинику таскать, дети до года. Второй в садик, третий в школу. Дерная мама. Потому что папа в этом случае уже, конечно, пашет. А это нам нужна горная городская среза. Для детей. Для детей, для бабушек. Относительно неплохой тротуар. Если так глаза закрыть, на некоторых лужах местами. Но ширина тротуара позволяет куда-то, в сторону. Тут, во всяком случае, вот эта, смотри, полоса земли, она забирает воду. То, что идет с водосточных труб, она все благополучно сюда стекла. Все. Здесь лишнее уходит тоже в землю. Тут нормальный все уже. То есть, какую-то лужу можно, ладно, так. Уж можно перестать. Не придираться здесь не совсем. Ну, вот лужи на дороге, конечно, напрягают. Потому что, если на машине кто-то едет, тогда как-то же, ну, кто-то может. В прошлом году установили вот эти вот заборчики, ограждения. Ну, вроде бы, для безопасности. А вообще, конечно, вот с точки зрения урбанистики, там, где ставят заборы, значит, тоже. Нет, ну, у нас там... Смотри, что где-то что-то не доделано, не продумано. Здесь и не ходит никто. Вот эту улицу, вот прямо так, что там кто-то перейдет. Ну, летом здесь очень много, большой поток. Деревья и кусты. Поэтому, ну, кто побежит к юбке? Извините меня. Больных нет на всю голову в юбку бежать. Ну да, она и так колючая. Сама по себе забор. Да, она режется просто. Вот тут, да, перебегает. Но тут тупик впереди. Поэтому я не знаю, тут особо-то никто не... И так не разгоняется. Маленькие люди. Ну, тут вот частная инициатива. Да, тут кто-то чисто сайдингом поставил баррикаду. И красивую елочку вскрыли. А это показатель уже культуры. Деревья. Как надо? У нас и люди считают, что надо поставить забор. Чем он толще будет, чем выше, тем лучше. Вот и все. Поэтому нас никто особо и не протестует. У нас по принципу мой дом, моя крепость. А все остальное там, как говорится, хоть трава не растет, горит с иным плазмом. Ну и моя машина. Продолжение моей крепости. Ну вот это пиковый путь. Вот это, друзья, сегодня такой пробный наш выход с Наташей. Мы теперь будем гулять по городу и обращать внимание на то, что недоделано, что можно переделать, как сделать город более удобным. Вот у нас будет... Можно делать отдельными роликами. Это будет отдельными роликами, отдельный плейлист. Мы так его назовем. Ну вот, смотри. Неудобная Анапа. Вот это все. Там вообще во дворе лужа стоит огромная, просто огромная, грязная лужа. Потому что туда земля течет. Ну, дворы это отдельный. Ну, как по этим дворам тоже люди ходят. Отдельный разговор. Кстати, эти дворы недавно у нас здесь подверглись реконструкции. Да, вот там его подверглись. Да, подвергли реконструкции. И что мы видим? Мы видим, что в центре двора поставили бесплатная парковка. То есть людям выделили бесплатно землю. Нет, самое интересное, смотри. Под их вот машину. Вот этот двор, он ремонтировался по программе «Комфортная городская среда». Смотри, как хорошо стоят машины. На гладенькой, новой, на новом асфальте, да. Там нет луж. Посмотри, вот здесь что творится. То есть бабушка из подъезда вышла и пошла мусор выносить в галушах. Только так. Да. Назад пойдем или вернем? Ну, давай. Ну, дворы это отдельная будет у нас как-нибудь страничка. Мы просто тупо походим по дворам. Так что, друзья мои, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте значок колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о выходе новых видео. Особенно я обращаюсь к анапчанам, которые тоже смотрят мой канал. Давайте вместе будем делать наш город удобным, комфортным для жизни, для пешеходов, для бабушек с костылями, для инвалидов, для мамочек с колясками. Пишите мне на электронный адрес ваши соображения. О! Гроза, блин, в январе. Люблю грозу в начале января. Дождь усиливается. Просто начинается ливень. Добрый хозяин собаку, как говорится, не выпустит из дому. А я еще молния сверкнула, я еще думала, ну, блин, что-то ходит-то, не поняла. Ну, какая молния. Вот посмотри, вот сплошь просто идем, и сплошь водосточные трубы выведены на тротуар. Ну, по-моему, в тротуар. О, настоящий ливень, друзья. Прямо как в июле. Блин, блин, да, что еще болезло. Сейчас пойдем наливайку пить. Грязко, не токно. Смотри, как промокли. Да. А вот здесь уже как-то канавцы сделаны. Ну, эти канавцы, конечно. Ну, а тут помните. Посмотри. Это вообще вкус. Ну, а эта труба, конечно, вообще здесь не будет. Делана супер. Как раз вот душ такой. Выходишь с фикс-прайса, принял душ или наоборот. Одна-ка. А вот это, послушай, пальто снять. Так, нам нужно сейчас купить молока. Вчера я в пятерочке был. Мы молоко берем в пятерочке. Но все молоко было прошлагоднее. Может быть, сегодня, наконец-то, привезут свежее молоко. Кстати, вон мусор стабильно возят, убирают все. У нас никаких проблем нет. Как у других регионов. У нас мусор выводят. Так, каким маршрутом пойдем? Ну, наверное, на Крымскую. А то что-то мне здесь уже надоело. Угу. Хотя там, конечно, народу больше. Сума больше. Что у тебя с ногами? Ну, что эти, мокрые у меня ноги. Что с ногами? Угу. Это у меня все мокрое. У меня скоро и спина будет мокрая. Если еще раз вот так вот пристанет дождь, как было. Ну. И у меня вся спина. Вот, и все. Это мы свернули на первомайскую, да? Да. Вот тоже. Черт, толку так этого. Вот это вообще зачем? Ну да, это надо чистить, конечно. Машина теперь стоять будет в воде очень долго. Вот кофейня какая-то. Ну, она же тоже давно. Да, но мы в них... Вот так, и так. Вот здесь. Да, но только вот так в обход. А там, заметь, тоже. А, там тоже. Там с цепочечками все перегорожено. И грязь. Потому что грунт сейчас весь промок, это просто грязь. То есть нам сейчас отсюда... Пути нет, только назад. Никуда, да. Только назад. Только назад. Вот здесь вот перепрыгивать можно. Ну, зачем же тебе-то? Я-то могу перепрыгнуть. А я не могу. Ну, пойдем там, вон, на пешеходном переходе... Ну, пойдем там, вон, на пешеходном переходе. А там тоже самое. Там такая же резинка. Пойдем, а что лучше? Там получше. И дождь опять усиливается. Тут помельче. Тут равным слоем все по всей... Ну, тем не менее... Размазано. Машины не путь. Нет. Что, по этой стороне пойдем? Да. Как-то мне не нравится, это первомайская. Да. А ты думаешь, там лучше? Хорошо. Ну, пошли вот здесь через двор посмотрим. Как комфортно. Скорее, ну, сделали благоустройство. Угу. Вот решили мы пойти через двор. Посмотреть, как сделали реконструкцию. Это не реконструкция. Это... Ремонт дворовых территорий по программе «Комфортная городская среда». Ну, по этой программе активное участие принимают, конечно, советы дома, жильцы домов. То есть, они контролируют сами. Нет, они живут во дворах. Они сами контролируют качество работы. Ну, и вот можно смотреть. Что люди, которые не профессионалы, что они тут наконтролировали? Ну, вот как они это контролировали? У них лужа просто тупо во дворе лужа стоит. Нет, причем там, где стоят машины, там более-менее на доме. Они все закатали. Они поставили. Сделали максимум комфортной среды для машин. Не, ну тут вот будет лавочка, видимо, стоять. Ну, видимо, будет когда-нибудь. А где она сейчас? Они же сейчас уже приняли, я так полагаю, это все. То есть, опять же, вот на мягкое покрытие для площадки денег не хватило. При том, что здесь сколько дворов выходит. Вот они лавочки, кстати, скачут. Угу. Ну, лавочки тоже самые непритязательные, самые... Ну, нет, лавочки мне нравятся, хорошие, со спинкой. Ты понимаешь, вот эти металлические подлокотники, как бы... Да хоть бы даже их и не было, этих подлокотников. Никто их не обязан делать. Ну, было бы лучше, если бы их не было, честно говоря. Вот, там он еще, да, вот баскетбольное кольцо. То есть, опять же, вот активная спортивная площадка, на которую потом все будут бабушки жаловаться. Потому что здесь очень много живет пожилых людей. Просто наш двор тут недалеко, и я знаю, что наши бабушки дружат со здешними бабушками. Они будут жаловаться, что у них во дворе-то стоянно шум, крик, дети бегают, прыгают, играют. Будут жаловаться жильцы вот этого дома. А это гостевой дом стоит вот здесь вот. Кому охота, чтобы у них под окнами они приехали отдыхать, а у них под окнами... Ну, это, так скажем, узаконенный самострой. Ну, неважно. Люди приезжают сюда отдыхать, они хотят именно отдыхать. А у них вместо этого баскетбольная площадка. А смотри, как там сделаны, пристроены эти колонны и расширена, вынесена кухня. Ну, такой дизайн. Да. Ну, по крайней мере, не сильно уродует. Ну, хоть не сильно. Да, как-то так вот. Да, можно и дальше так продолжать. Да. По периметру дома. У нас есть такие примеры, когда прямо так, от подъезда к подъезду. Это вся нарезка, вот так эта комфортная городская среда тут закончилась. Да, и опять огромная площадка. Опять у нас водители, автовладельцы оказались в привилегированном положении, потому что для них выделили куски драгоценной городской земли. Только потому, что они вот купили машину. Зато пройти к мусорному баку, выбросить, тупо выбросить мусор. Как? Да, тут уже вся комфортная среда закончилась резко. Ну, все. Вот. Ты даешь ребенку пакет мусора, говоришь, ты пойди там, сходи выброси мусор и заодно добеги до магазина со хлебом, да? Как тебе ребенок тут выбросить мусор? Угу. Ребенок встанет, посмотрит и почащит. Ну, и как ты сейчас в этой комфортной, куда пойдешь? Я очень некомфортно, буду вот так вот, 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 так вот пробираться. Угу. Пробрались. Пробрались. Но надо не забывать, что я достаточно худая, женщина с опытом и еще вполне подвижная. То есть мне не 70 лет, но я не ребенок, который еще опыта не имеет, а может просто где-то закупиться мешком, где-то еще как-то. Вот тут, наверное, тоже будут когда-то делать, скорее всего, да? И я бы не хотел, чтобы вот здесь вот, допустим, вместо вот этих вот конструкций для выхлапывания половиков, или что, что это, была бы площадка для автомобилей. Это так называемые хозяйственно-бытовые площадки. Хозяйственно-бытовые площадки раньше по нормативу должны были быть в каждом дворе. Да, для выхлопывания ковров, для вывешивания, просушки белья. Это удобно, на самом деле это удобно, потому что с маленькими кухнями и с маленькими ваннами, которые у нас, где сушить белье? Тем более, что балконы не у всех, и плюс они еще и, ну... Пошли, а то сейчас опять ливень. И покрышки, конечно, это наше все. Иностранцы удивляются, почему русские не выбрасывают старые покрышки? Именно потому, что русские паркуют просто так тупо во дворах в твоей машине. Вот чтобы они просто своими носами в машине залазили туда и колесами. Это просто... Ну, тут будут, видишь, бордюры-то будут устанавливать. Я думаю, тут весной все продолжится. Какой весной? А сейчас-то им что мешает? Ну, значит, деньги закончились. Ну, работы же прекратили. Вот это другое дело. Вот там вот, смотри, новая площадка. Ну да, которая тоже везде. А вот тоже элемент... Это лужа, это прямо в лужу. Элемент, так скажем, как это называется? Стрит-арт. Нет, ну это очень полезно, кстати. Если беседка, стол и скамейки устроены правильно, то это делает двор удобным для общения между жильцами. Можно выйти, посидеть, справить какой-то праздник, для детей провести, в домино сыграть. То есть это вот как раз очень хорошо, но не должно выглядеть так безобразно. Вот. Если был бы красивый стол, удобные скамейки, потому что вот людям пожилым вот на таких скамейках без спинки сидеть как раз очень неудобно. Спина устает, долго не просидишь. Вот. Поэтому надо вот заботиться, просто представлять, кто здесь живет и удобно им, неудобно. Вот. Часто у нас управляющая компания и вот организации, которые занимаются благоустройством, об этом совершенно забывают. А им это и не нужно. Для кого они строят вот это все? Им главное дешево сделать. У них денег не так много дать нам. Поэтому им надо сразу сделать и это, и это, и это. Ну, берут и делают. Поскольку, если они закупят более дешевые скамейки, более дешевые какие-то материалы, элементы благоустройства, то они могут себе больше взять за работу непосредственно. То есть сама управляющая компания за выполнение работ получит больше денег и все. А они же тоже в этом заинтересованы. Ну, как бы оплата, конечно, и рабочим самим, и зарплату от этого надо есть. Ну, вот наша школа. И тоже вот. То есть дети все в резиновом сапогах. Ну, так. Это хорошо, когда есть папа. Когда папы нету. Ну, хорошо, что у них нет еще одной коляски. Когда бы вообще было круто. Как хочешь переходить. Вот я и буду сейчас переходить, как хочу. Как я хочу. Я вообще не хочу. Мне бы сейчас взлететь. Вообще, как бы уж послыть на этом поддоме. Переходим. Прямо? Прямо. Пролетарская улица. Я под зонтиком. А тут и так вот хорошие навесы. Нет. Навесы хорошие. Ну, тут прямо под ноги течет. Это тоже неправильно. Да, тут еще один душик такой. Устроен. От себя отвели, а дальше? Да. После нас хоть потоп. В буквальном смысле причем. После нас, после нашего дома все весь потоп. О, классика. Ну, тут вообще. Нет, так дело в том, что через этот проход, когда очень многие дети оттуда идут. А парикмахерская сушит полотенца. Да. Оттуда. А туда. Они получат его. Они мисточат. Ох, ветрищик. Угу. Тебя одного слышно будет. Да, наверное. Ну, что, так вот. Вброд. Вброд. Тут можно просто, вот тут углубление. Для чего они специально делали? Углубляют именно вот те переходы. Ну, чтобы людям не хотелось. Кафе Вега гостеприимно распахнуло свои двери. Но мы туда не пойдем. Свежий домашний хлеб. Да. Без рожей. На закладке. О, надо сказать Оливеру. Они эзотеристы. Анна Дмитриевна. Анна Дмитриевна. Где? Вот. А-а-а. Ну, тоже в магазин пошла. Великую терочку или можно? Астролог. Профессиональный. Молоко. Ну что? Любимая Шевченко. Шевченко. Ну и как мы пойдем? Уже по Шевченко? Хорошо, когда вот так водители останавливаются. Потому что они стараются быстро проскочить. Угу. Всегда лучше не обиделся. Потому что люди сидят в машине. Сухие, в тепле. Никаких сумок, покупок у них там нет. На руках. И еще стараются вперед себя проехать. А ты стоишь, мокнешь, как дурак. На ветру, на дожде. С тяжелой сумкой, с мокрыми ногами. А кому она стоишь? Стоишь, а не сидишь, как они. И ждешь, пока они проедут. Нечестно. Ну, сбили. Кто-то разворачивался и вырвали столбик. Аппаратуар это, между прочим, муниципальная территория. Когда у меня муниципалитет, я притяю дураку. Ну, а тут лёгко. Да, я сейчас подковываюсь юридически. Скачал советы, как правильно составить жалобу, претензию. В прокуратуру, в муниципалитет, в ГИБДД. Там уже указываются ГОСТы, которые нарушаются. Ну, там, в общем, всё. То есть, вписывай только свою фамилию. Указывай адрес. Прикладывай фотографии. А я думаю, можно и без фотографий. Вот, и всё. И запускай. Что я и буду делать. Вот этот год я хочу посвятить именно... Слово «борьба» не люблю. Потому что борьба, борьба, вся жизнь борьба. Вот. Посвятить вот Анапе. Просто, чтобы она была более комфортной. Тем более, что это курорт. Курорт? Тем более, да. Удобно. Вот именно. На курорте можно отдыхать, а не бороться. Но жителей Анапы я, конечно, призываю тоже оказать мне поддержку. Не только моральную. Там, правильно, Мефодич. Правильно, там, Альбатрос. Нет. Но ещё и где-то тоже подтвердить, тоже направить претензию, обращение, жалобу в соответствующие органы, вот которые я указал. Чтобы жалоба, она имела, моя жалоба имела поддержку населения. Именно тех людей, которые живут вот в этих районах, которые страдают от этого, ну, безобразия, так скажем. А у нас какой безобразный бюджет? Вот, допустим. Ну, вот, это что? Да. А на всё есть нормы, на всё есть ГОСТы. Поэтому, как надо делать, соответствующие органы, они знают. Ну, тут тоже. Никакого пешеходного перехода Людей здесь ходит много А, есть! Вот тебе Не увидел Ну, а не увидел, потому что разметка стерлась Я бы увидел, может быть А, ну, все, ничего не видно Видишь, знаки повернуты туда Знаки для водителей Да Поэтому знаки повернуты туда Это сам Бурова, она односторонняя А для пешеходов нет? Для пешеходов нет Я тоже обратил внимание, что смотрю Вроде бы ярких пятен нету Вот еще один светофор Светофор, вернее, пешеходный переход Вот Наташа запнулась Потому что тут какой? Вот такой, тут тротуар Ну, вот как раз мы их похоронили Вот с этим факторчиком Конечно, да Это что, тротуар? Это так себе А кто-то вот отпилил, да, вот себе Кусочек тротуара А это тротуар? А зато на той стороне очень удобно Стоят машины Да, ну, это вообще, конечно Но тут Ну, это же тротуар? Да Они стоят Это не парковка Ты видишь, что это парковка? Нет, конечно Это тротуар Это тротуар Тем более, вот есть туда подъем К этим магазинам И тут вот, допустим, кто-то с коляской Ну, как вот идти вот тем же маршрутом Как мы сейчас с Наташей прошли С коляской Во-первых, тут вот эти колдобины Тут проезжая часть А там вот эти вот машины Поэтому мы будем Еще выходные И тут машин мало Обычно тут все сплошь заставлено В два ряда Да, поэтому Ну, будем вот писать в ГИБДД Чтоб здесь устанавливали знак Остановка запрещена Слева за углом у нас МПЦ И у рабочей дни Здесь Отмены прикручиваны Собей Вот, смотри как Вот проход Я даже не видела ни разу Вот эти ступеньки Я никогда этого не видела Потому что там всегда стоят машины Слушай, ну я долбанулась-то хорошо Ступеньку об этой Ну, вот мы пришли в пятерочку А тот участок, который возле МФЦ Я думаю, отдельно это будем снимать В хорошую погоду Потому что именно этот участок Да, душ Именно этот участок Я беру вот под свой контроль То есть вот тут вот В результате не должно быть вот этой вот площади Здесь должны быть устроены тротуары А посмотри, а тут написано парковка Тут знак парковка Наташа, это... А, ну да, парковка А где тротуар? Ну, понятно Это... Будем требовать тротуары Там тоже разметка под парковку Да А как ходить? Ну, понятно Это отдельный разговор Это мы уделим Этому мы уделим отдельный ролик И это потом будет подкреплено Нашими обращениями в прокуратуру Столбы посреди тротуара И так ходить То есть формально тротуар Необходимой ширины есть А по факту А как тут ходить? Пошли, нам уступают Вот именно Рассчитываем на вежливость водителей А если не будет вежливых водителей То тебя отмотерят Ну, все На этом наша прогулка сегодня закончена Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Будет продолжение И на сегодня все До следующих встреч Субтитры сделал DimaTorzok